Чтобы измерить интенсивность и частоту снятий спортом, в Искитиме появился термин «человекопосещение». При каждом визите на спортивный объект гости учитывают. За этот год отмечено 70 тысяч посещений. Стремиться есть куда, говорит директор Центра физкультуры. У нас у молодежи другая беда. Это компьютеры, это гаджеты, это вот сейчас покимоны. Понимаете, они сидят у компьютера день и ночь. Вот нам нужно сейчас их оторвать от этого дела. А вы думаете, получится? Я думаю, получится. Главная задача Центра – содержание спортивных сооружений. Флагманом среди них стал комплекс «Заря». Беговая дорожка высокого качества, восстановленные трибуны для болельщиков теперь взялись за поле. Средства на приобретение травы для засева, для удобрений нам пошли горожане на встречу. Мы засеяли 225 килограммов семян и 300 килограммов удобрений в этом году. Помощь родителям в Искитиме начинает работать программа по выявлению спортивных данных у детей. Координирована девочка, значит, художественная гимнастика, быстрая, значит, легкая атлетика, ловкая и меткая, значит, спортивные игры, баскетбол и так далее. А всегда ли стопроцентное попадание? Ну, это, знаете, не всегда. В Искитиме строится частный ледовый дворец. Планируется создание еще одной ледовой площадки. Будет ли она востребована в городе? Сейчас есть такое понятие – пластиковый лед. Он 100% качества, функций сопоставим с ледом естественным. И, значит, большая площадка универсальная. Что она подразумевает? Это и занятия баскетболом, волейболом, ручной мяч, мини-футбол и так далее. Но плюс к этому еще можно будет проводить какие-то культурные мероприятия в городе. Программу на виду о развитии спорта смотрите в этот четверг на телеканале ТВК.